Итоги этой недели. Подведем прямо сейчас. В студии для вас работаю я, Далек Ламиц. Здравствуйте. В Торстане участились случаи подросткового суицида. Только в марте произошло уже три и все в один день. В поселке Осиново из окна восьмого этажа выпала студентка. В Казани и Тукаевском районе были найдены тела двух школьниц 13 и 14 лет. Что случилось? Вечером кто-то написал, что девушка там после крыльца с краю сидит. Я вообще серьезно это не воспринял. В смысле на восьмом этаже с краю сидит? Где-то да, высоко. Окно на восьмом этаже, так и оставшееся открытым на асфальте следы крови. Жители новенькой высотки рассказали, что трагические события в их доме развивались вовсе не стремительно. Еще ночью, заметив девушку сидящую на подоконнике восьмого этажа, многие махнули рукой. А на утро, когда ситуация не изменилась, домовой чат переполнило беспокойство. По словам соседей, девушку пытались уговорить вернуться в квартиру, но на уговоры она не реагировала. А вскоре ее тело обнаружили под тем самым окном. Через час после гибели студентки в поселке Осиново пришло известие об еще одной трагедии. На этот раз в казанском поселке Царицыно. В одном из домов было обнаружено тело 13-летней девочки. Утром дочка слишком долго не выходила из комнаты, и родители забеспокоились не напрасно. По предварительным данным, накануне вечером школьница поссорилась с мамой и ушла к себе. Родные были уверены спать, но на утро она уже не проснулась. Любые тяжелые трагические вещи, они идут не в семью, а из семьи. То есть нужно четко понимать, что семья – это система, и не может быть такого, что в семье было все хорошо, тишь да гладь, а потом случилось трагическое какое-то событие. Ребенку что-то запретили сделать, и подросток, ребенок, он делает последний шаг в своей жизни и совершает фатальную ошибку. И пока казанские эксперты-исследователи работали на месте трагедии в поселке Царицыно, в Тукаевском районе республики, родители обнаружили тело своей 14-летней дочери. Обстоятельства гибели восьмиклассницы сейчас также выясняются. Известно, что родные нашли девочку в ее же комнате на кровати. И эта школьница также росла в благополучной полной семье и отлично училась в школе. Весна, идет гормональный взрыв. И подростковое время, 12 лет, 13, 14, 15, это самый такой период, когда уже этот человек, он уже не ребенок, но он еще и не взрослый. И многих моментов он не понимает. И когда мы говорим о этих фатальных ошибках, мы можем говорить о том, что даже любая самая трагическая ситуация имеет под собой какое-то положительное намерение этого человека. Человек хочет прекратить свои страдания. Он хочет остановить эти страдания. И происходит вот такая трагедия. Сейчас же сидят все с этими, с телефоном, с компьютерами. Ну, думаете вот... Конечно, вы думаете, чего? Нет, не за телефоном, скорее всего. Ну, какое-то внутреннее, внутренние переживания какие-то, может быть, были. Дети, они есть дети. Медики любят приводить пример, когда пациент клянется, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, но язва откуда-то взялась. Значит, что-то было не так. Пример жизненный, как рассказали полицейские, у погибших школьниц была замечательная семья, любящие родителя, школа, учителя, друзья, праздники, секции. Но что-то, значит, было не так. Что именно? Ответ на этот вопрос сейчас наверняка ищут убитые горем родители, а еще психологи и следователи. И этот ответ наверняка будет найден. Только он уже ничего не изменит. Специалисты говорят, только родители могут понять, что у ребенка проблемы. Часто дети сталкиваются с буллингом в школе и не могут решить проблему самостоятельно. Это приводит к депрессии, а если ее не лечить, итог непредсказуем. Самое такое основное, то есть у нас дети учебные нагрузки. Мне поставили планку, с которой я не справляюсь, которую я не могу преодолеть. И высокие притязания родителей по отношению к своему ребенку, потому что они написали ему уже жизненный сценарий, уже решили, кем он будет и что он будет делать. А у ребенка не получается. Не входит он в их жизненный сценарий, и в результате он их разочаровывает. А раз я не нужен родителям, ребенок как расценивает? Я не нужен родителям, меня не любят. Почему-то мы детей любим за хорошие оценки, за успех в каких-то спорте, в художестве, в литературе и так далее, в музыке. Когда они реализуют наши амбиции. Да, да, да. Но мы хотим похвалиться. Как вот говорю, иномарка за окном, у кого она круче. Так у нас ребенок. Ваш ребенок сколько знает языков? Два. Ой, а у нас уже пять изучает. А еще играет в хоккей, а еще читает, наизусть знает войну и мир. И вообще он просто... И вот эти вот нагрузки... А ведь основной вид деятельности у детей в детском саду, игровая деятельность, мы ее лишаем, потому что мы в подготовительстве ходим и там черт знает, что делаем. Домашние задания по 3-4 часа сидим с бедным дошкольником. Дальше он пошел в школу, там опять домашние задания, родители реферат пишут, там непонятно что, да, и результат какой. У ребенка отвращение к школе – это насиловать себя. Через силу хожу. Пока я маленький, я покоряюсь. Постарше стал, гормоны играют. В 12-13 лет он же начинает говорить, я не хочу, это вам нужна была музыка, я не хочу заниматься музыкой. У меня было так, и именно в 12 лет у меня было так. Вот, и почему? Потому что это идет перегруз, ребенок устал. А ведь учителя думают, что... И все мы думаем, что в школу ходят учиться. Они ходят общаться, им нужно общение. А его нет общения живого. Я не пускаю на улицу, потому что там все маньяки. Я не пускаю, потому что недостойны моего ребенка, плохому научат. А они на улицу вышли, поиграли на горке, покатались, побегали, пообщались. Результат какой? Он свои эмоции выплеснул. Как понять, что мой ребенок в депрессии, что что-то, ну, какие-то, может быть, моменты в школе на него не так влияют, что ему нужна помощь? Как распознать своему ребенку? Понятно, что все тоже, вот, родители, да, можно понять. Весь день на работе, там, мама пришла и кушать приготовить. И с уроками помочь, и там, и порядок в доме, и тут еле-еле успеваешь. И тут, и настроения нет, и устала, и отдохнуть. Это тоже все можно понять. Но вот все-таки, я так понимаю, что в первую очередь мама с папой должны конкретно всматриваться в своего ребенка и чувствовать, насколько ему сейчас плохо или дискомфортно, что у него есть проблемы. Как это распознать? Ну, самое первое, начинаем, что у нас был ребенок благополучный, учился хорошо, все прекрасно, а тут стал грубить, дерзить. Мы складываем, ну, сваливаем, как говорится, на этот возраст подростковый, гормональный, да. На самом деле можно не терять, вот, постараться не терять эту ниточку доверительную такую детьми. То есть пришли вот перед сном, спокойной ночи пожелали. Как твой день прошел? Свет не обязательно включай. Как твой день прошел? А что у тебя в школе? А что-то тебя беспокоит. Я вижу, замечаю, что-то тебя беспокоит. Во-первых, у детей, когда такие суицидальные мысли появляются, они перестают интересов. Допустим, марки собирал. Он эти марки все раздал друзьям. Он начинает небрежный вид, ему наплевать, измятый, там у него костюм неизмятый, как он выглядит. Поставили плохую оценку, ему все равно не поставили. Ему как-то не мотивация к учению пропадает. И в депрессии, в подростковой депрессии, нарушение дисциплины бывает. То есть я ничего не хочу, я не буду, я не хочу вставать. Он ровно так же и маме может ответить. Не хочу разговаривать. Мама, отстань, я устал. Или еще что-то. В это время поголовки погладят. Главное, чтобы ребенок разрешал тебя дотрагиваться. Тактильный контакт? Да, да, да. Вот поголовки погладят. Говорят, ну ладно, ладно, сегодня настроения нет у тебя. Ладно, хорошо. В России начнут реализовывать новый нацпроект кадры. Такую задачу поставил президент страны. Чтобы экономический рост Российской Федерации и ее развитие не останавливались, нужны те, кто будет работать на благо страны. Эксперты говорят, наконец-то, хотя заняться этим нужно было раньше. Если говорить про эту связку, вы знаете, у нас стратегия в 15-м году писалась, да, для Республики Татарстан 20-30. Вот когда проходили стратегические сессии, и на эти сессии приглашали в том числе вузы, представителей вузов, работодателей, системы общего образования, то эти три составляющих никак не могли у нас договориться. И было непонятно, кто к кому должен идти. То ли вузы должны идти к работодателям, то ли работодатели должны были идти к вузам. И вот сейчас мы говорим о триединстве работы для всех этих трех направлений. Это двухстороннее движение, трехстороннее движение. И сейчас мы не говорим, кто к кому должен прийти. Мы должны работать действительно в единой связке. Когда мы понимаем, каких компетенций сейчас не достает для того, чтобы успешно справляться с задачами на производстве, и тогда какие компетенции у нас должны появиться в системе высшего образования, в системе среднепрофессионального обучения, мы понимаем, как гибко должны работать обе эти системы. У нас быстрее реагирует, конечно, система СПО, потому что здесь мы вправе принимать решения на уровне республики, и чуть медленнее, конечно, принимаются решения на уровне уже высшего профессионального образования, для того, чтобы оперативно отвечать на вызовы самой экономики. И здесь дальше мы идем куда уже? Мы идем в школы, и тогда идут в школы у нас и система высшего и среднего профессионального образования вместе с работодателями, для того, чтобы показать, что из себя представляют на сегодняшний день современные производства, и где они тогда эту специальность могут получить. Сейчас, к сожалению, пока это еще идет разрозненно. Либо у нас просто учебное заведение приходит в школу и рассказывает, у нас есть такие специальности, приходите к нам. Либо отдельно идут работодатели и тоже показывают свои возможности, как круто работать на предприятиях. Буквально недавно на одном из мероприятий мы показывали, нам один из директоров по персоналу рассказывал, что у них на сегодняшний день в школе даже установлены видеоэкраны, на которых они могут увидеть, как в этот момент идет работа на самом производстве. Представляете, как круто. Интересно, какой интерактив для детей. Немаловажно и совершенствовать учебный процесс, а также итоговую аттестацию. По мнению Владимира Путина, систему сдачи единого госэкзамена нужно менять. На самом деле, с момента введения ЕГЭ, да, у нас были как сторонники, так и противники. И сейчас эта борьба, она продолжается. И есть в том числе те, кто провозглашает, что было бы хорошо вернуться к традиционной системе образования. Да, и это экзамены по окончанию средних образовательных школ. И это первый момент. Но сейчас нужно взвесить, да, потому что все-таки в рамках ЕГЭ наработано достаточно много. То есть каким образом у нас будет переформатироваться сама система ЕГЭ? Нужно понять, что это будет за новая форма. Вторая составляющая. Точно нужно сейчас поменять ракурс. Даже если будет оставаться ЕГЭ. Обратите внимание, как мало детей у нас сейчас заявляются на сдачу по естественным дисциплинам. У нас практически дети не сдают физику, они практически не сдают химию. И тогда как же они поступят у нас в высшие учебные заведения без этих экзаменов? Ни в КАИ, ни в КХТИ. Да, мы не увидим нужного набора детей. Это вторая составляющая. И третья составляющая, то, что прозвучало в послании президента и куда мы дальше двигаемся. Дать возможность детям пересдать один из экзаменов в рамках этого же учебного года. Вот три направления, которые для совершенствования ЕГЭ. В год семьи в России начнут реализовывать и другой проект с одноименным названием. У него будет несколько направлений. Все будут способствовать укреплению семейных улос и повышению рождаемости в стране. Дополнительно на те регионы, с которых коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, порядка 36 регионов, на них будет выделено дополнительно 75 миллиардов. Я так предполагаю, потому что пока непонятно, выделили ли деньги вроде. Куда они будут направлены, да, эти средства? Я так предполагаю, это опять на стимулирование рождения детишек и помощь как раз семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, когда, ну, по каким-то причинам, там разные же бывают ситуации, да, вот я, например, один кормилец семье, не дай бог завтра там хотя бы даже ногу сломаю, там на работу не смогу выходить, на больничном. Все равно мой доход ведь семьи моей снизится, то есть мне даже нужно будет помочь в данный период. И вот я думаю, что основные средства все-таки будут именно направляться как раз целенаправленно на стимулирование рождения и поддержание семьи вот в такой ситуации. Это я так предполагаю. Далее, планируется, ну, по крайней мере, как президент заявил, продление вот этой семейной ипотеки до 30-го года под 6%, ну, о ней я уже говорил, что мне бы, например, нам бы хотелось, да, большим семьям, чтобы разрешили вторичку все-таки приобретать, потому что новостройки, ну, прям, вообще космические стоимости. Далее, материнский капитал опять так же до 30-го года обещают, что будет продлен, то есть, ну, по крайней мере, до 30-го те же самые там 630 тысяч, пока вот сейчас на первого ребенка, 200 тысяч на второго, и за третьего еще 450 тысяч компенсация за ипотеку можно получить. То есть за третьего уже получается компенсация? Компенсация за 450 тысяч, ну, с учетом того, какие еще цены на жилье, не знаю, на сколько это хватило. Ну, не капля в море, но тем не менее, да, это как бы не одна треть, по крайней мере. За четвертого и последующего? А за пока ничего, вот, к большому сожалению. Я бы вот как раз был бы рад, если бы материнский капитал просто... Раньше за третьего земельный участок предоставляли, да? Нет, это отдельная песня, это опять такая косвенная мера, я просто хотел про основные сказать, то есть и увеличение налоговых вычетов на детей. До 16 тысяч пока как заявляется, то есть мы надеемся как раз, что это будет... Ну, вроде мелочь, а как все равно 16 тысяч. За каждого ребенка. Да уже не мелочь получится, да? Да, это уже не мелочь. По данным Центра семьи и демографии, Республиканской академии наук, у нас в республике коэффициент рождаемости 1,44. На одну семью? На одну семью, то есть, ну, чтобы понятно было, да, что это такое. То есть из двух взрослых получается 1,44 ребенка. То есть мы, к сожалению... Мы, к сожалению, в минус все-таки, да, уходим. Но если опять сравнивать с соседом, я опять условно говорю, с Россией, в России вообще 1,4 коэффициент. То есть все-таки мы стоим сейчас по нынешнему дню на 36-м месте в России по рождаемости. Но если мы сравним, например, совсем с депрессивными регионами, для меня было новостью узнать, что в Ленинградской области коэффициент рождаемости вообще 0,89. Даже не один ребенок? Даже не один. И, кстати, из соседей в Мордовии 1,08. 1,08. То есть в Мордовии из двух взрослых, условно говоря, рождается только один ребеночек вот из ближайших наших соседей. То есть ситуация, откровенно говоря, вообще, я считаю, катастрофическая. Демографы это называют катастрофическим вымиранием. Но, чтобы вы понимали, дело не в России. Общий мировой тренд таков. Мы тоже сейчас в программе с вами обсуждали, что причин масса много различных, в том числе и свободу женщинам, которые мы дали. В хорошем смысле этого слова. А вы же помните, кстати, еще сто лет назад во многих странах женщины не имели права голоса, они были домохозяйки, они сидели дома, кушать и готовили. Работают, дома сидеть не хотят. Есть желание, есть возможность, самое главное, самореализации в любом направлении. Хоть в творчестве, хоть в бизнесе, хоть в карьеры, там до директоров заводов, как говорится, дорастают. Молодцы. Поэтому, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, вот мы косвенно пожали, что детей не хотят женщины рожать. Тем временем, в Казани открылся перинатальный центр третьего уровня. Рожениц будут принимать на базе седьмой городской больницы. Роддом оснащен самым технологичным оборудованием. Там смогут оказывать даже специализированную помощь. Третий уровень, он не новый. На территории Российской Федерации создана трехуровневая система оказания помощи по родовспоможению, где все родильные дома делятся на три уровня. И третий уровень – это учреждение, где должны разрешаться пациентки высокой степени риска, как по акушерскому статусу, так и по малышу. И у нас в Республике Татарстан было единственное учреждение третьего уровня. Это перинатальный центр республиканской клинической больницы, куда направлялись все пациентки высокой степени риска. И очень хорошо, что у нас открылся еще один родильный дом для таких пациенток, для города Казани. Это новый перинатальный центр седьмой городской больницы. То есть это как раз возможность оказать какую-то специализированную помощь, особенно если есть какие-то сложные случаи, связанные с родами и дальше с детьми. Да, это пациенты высокой степени риска по акушерскому статусу. Это мамочки с различными диагнозами, соматическими. Потому что сейчас достаточно большое количество мам, которые идут на материнство, имея какие-либо диагнозы, достаточно тяжелые диагнозы, которые накладывают свой отпечаток на течение беременности. И мы стараемся их родоразрешать и работаем большой мультидисциплинарной бригадой. И нам в этом очень сильно помогают смежные наши специалисты, по профилю которого стоит диагноз у мамочки. И сейчас это все будет внедрено на этапе седьмой городской больницы. Один из любимых женских праздников отметили на этой неделе в России. Международный женский день. Это когда женщинам дарят цветы, внимание, говорят теплые слова. Но так было не всегда. Особого внимания и отношения к женщинам нужно было добиться. Зарождение вот этого праздника, оно напрямую связано было с началом довольно активной такой борьбы за равноправие женщин с мужчинами. И эта борьба началась уже во второй половине 19 века. И она проявлялась сначала в виде маршей пустых кастрюль, требований, улучшения условий труда, уменьшения рабочего дня. Например, в 1957 году в Нью-Йорке прошла первая такая демонстрация. И женщины требовали ограничить 16-часовой рабочий день. 16-часовой? Да, 16 часов. Я могу понять, этих женщин. Вот. То есть, я еще раз говорю, видите, как по-разному все было. Ну, а потом непосредственно зарождение этого праздника, как международного женского праздника, солидарности, поддержки, уже напрямую было связано с интернационалом. Сначала это был второй интернационал, который еще возник в 70-х годах 19 века. И он получил большое развитие. Возникли партии второго интернационала, которые назывались социалистическими партиями. То есть, фактически, это речь шла о социалистическом движении, частью которого неотъемлемость становилась женское движение. Но считается, что это Клара Цеткин такое предложение внесла. Решили определиться все-таки и с днем конкретным. Какой же день отмечать международный женский день. Сначала это был 28 февраля. Были и другие дни в марте. Ну, а потом как-то возникла идея, давайте, 8 марта по новому стилю. То есть, стилю Григориан Стойт, который имел распространение тогда, ну, скажем, в западном мире. Сергей Иванович, у нас есть небольшой сюжет. Конечно. Как женщины в Татарстане традиционно уже поздравляют, в частности, автоледи сотрудники ГИБДД. Предлагаю посмотреть. Инспекторы опытным взглядом вылавливали за рулем женщин и приглашали остановиться. Наталья не удивилась, но обрадовалась. О традиции сотрудников поздравлять автоледи в преддверии 8 марта слышала. Даже если праздник до этого не чувствовался, то теперь уже ощущения предпраздничные появились. Мы вас хотим от имени ГИБДД поздравить с наступающим праздником. Спасибо. Вместо протоколов каждая из остановленных женщин-водителей услышала от инспекторов пожелания любви, удачи, исполнения желаний. Положительные эмоции берут вверх, особенно при виде цветов. Хотела поздравить всех женщин с праздником, всех бабушек, всех мам, всех девочек. Автоледи обещают быть внимательными на дороге. Ведь если речь идет о соблюдении правил дорожного движения, инспекторы ГИБДД не делают поблажек ни женщинам, ни мужчинам. Наталья Лакомкина, Новости Татарстана. Таковы итоги этой недели. В студии для вас работала я, Даля Коломеец. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин